Известно, что в начале XX века В нашем городе не было специального музыкального учебного заведения для детей Маленьких луганчан обучали музыке в частном порядке Также азы музыцирования преподавали в гимназиях Первая детская музыкальная школа появилась в Луганске вскоре после Октябрьской революции Ее двери открылись для ребят в декабре 2020 года В Государственном архиве Луганской области хранится документ, датируемый 2023 годом В нем расписаны цели и задачи Луганской профессиональной музыкальной школы Несмотря на то, что этому учреждению к тому времени было всего три года Из документа можно понять, что к музыкальному образованию детей Педагоги отнеслись очень серьезно Так, одной из задач было не просто развитие музыкальных способностей детей Но и подготовка их для поступления в музыкальные техникумы и институты Обязательными для всех детей были хоровые занятия, сальфеджио, теория музыки, история музыки, гармония По выбору ребята обучались игре на фортепиано или скрипке В школу принимались дети не младше 8 лет и обязательно грамотные Плата за обучение взималась в размере 2 рублей в месяц Впрочем, она могла быть понижена или снята вовсе Ввиду тяжелого материального положения или выдающихся способностей учащихся Первым директором музыкальной школы был Михаил Кушлин Об этом человеке нужно сказать особо Сейчас его имя вряд ли что скажет большинству жителей Луганска А в те годы это был известный в нашем городе педагог Просветитель, композитор, организатор и руководитель детского театра и детской оперы В 1934 году он был удостоен звания заслуженного артиста республики Михаил Александрович был безмерно увлечен своим делом Достаточно посмотреть на его трудовую книжку, которая хранится в областном кровеческом музее Послужной список Михаила Кушлина огромен Он служил в театре, руководил оркестром и секстетом Давал частные уроки и концерты Завидовал музыкальной секцией при отделе искусств Руководил городским детским театром, музыкально-драматическими и хоровыми кружками Читал лекции по искусству О том, что Михаила Александровича любили его воспитанники Свидетельствуют интересные факты, которые мы также почерпнули из трудовой книжки Вот, например, в 1923 году Михаилу Кушлину поступило предложение о новой работе из Харькова В ответ на это преподаватели, учащиеся в трудовой школе номер 3 Обратились к Михаилу Александровичу с просьбой Не оставлять плодотворную работу в их учебном заведении В книге «Семейный альбом», рассказывая о детских годах О Михаиле Кушлине также тепло отзывается наш знаменитый земляк Поэт Михаил Матусовский Третьим моим учителем музыки был добрейший и милейший Кушлин Обожавший ребят и всегда окруженный голдящей толпой учеников Он был предельно близорук Но, как это ни странно, ребята не пользовались его слабостью И вели себя на его уроках непривычно тихо У Кушлина был свой особый метод Чтобы пробудить у детей творческий интерес к музыке Он ставил с ними детские оперы, сценки Устраивал концерты, разыгрывал целые спектакли Вспоминаю постановку настоящей двухактной детской оперы «К солнцу» Постановка которой была огромным событием в жизни городских ребят Это была грустная сказка о том, как скоро кончается лето Как в полный света и птичьего гомона лес приходит осень Как настает пора птицам расставаться с милыми краями И как не может вместе с ними улететь бедный журавленок с перебитым крылом На сцене танцевали и пели журавли и совы, белки и зайцы, стрекозы и бабочки, деревья и цветы В нашем рассказе мы еще вспомним Михаила Кушлина Но это будет в конце сюжета Скажем заранее, вас ждет сюрприз А продолжая разговор о первых годах работы Луганской профессиональной музыкальной школы Нужно отметить, что там трудились педагоги, составляющие культурную элиту нашего города Это был цвет интеллигенции Причем суть не только в образованности, но и вообще в манере поведения В формировании вкуса детей, которые приходили в школу То есть все лучшие качества интеллигенции И российской, и украинской Они в себе фокусировали И на них равнялось целое поколение И не одно поколение будущих музыкантов Это, конечно, и Мария Алексеевна Гомерштейн Глава фортепианного дела И уникальная личность У нее трудовая книжка детской музыкальной школы Номер один, за номером один А рядом с ней моя учительница Ревека Евгеньевна Воровицкая Из класса которой вышло Очень много способных музыкантов Там была и Мария Алексеевна Петруня И Мария Евсеевна Бененсон И Ася Натанна Грач Это родственница великого скрипача Эдуарда Грача И это мать известного профессора-философа Виктории Константиновны Суханцевой То есть это были люди уникальные совершенно И они определяли вот эту творческую атмосферу в школе За свою историю музыкальная школа прекращала работу Всего лишь на два года С 41-го по 43-е А сразу же после окончания оккупации Педагоги возобновили занятия Интересный факт В тот период в разрушенном холодном Луганске Было принято решение о создании музыкального училища И долгое время музыкальная школа и училище Существовали под одной крышей В том здании, в котором сейчас располагается художественная школа Училище было создано в 43-м году Сразу, как Сергей Александрович Васильев вернулся Из эвакуации Из Средней Азии И он приступил к созданию Он решил Решили, вылазить, что надо создавать музыкальное училище Он начал его создавать Собирались инструменты Собирались учащиеся Собирались преподаватели по всему городу И в 43-м году уже был В 44-м году уже был первый набор Какое-то время Организатор Луганского музыкального училища Сергей Артемьевич Васильев Совмещал две должности Он одновременно был директором училища И директором школы Но когда оказался перед выбором То все-таки решил посвятить себя школе Сергей Васильев руководил Первой музыкальной 24 года Сергей Артемьевич Васильев Это легендарная личность И не только потому, что Знаете, вот в истории что-то бывает впервые Он стал первым заслуженным деятелем искусства Украины Тогда, в те времена Это действительно было очень высокое И значимое вот такое звание Ведь с ним связано и Зарождение художественной самодеятельности У нас в Луганске Первые кружки Вот на заводе ОР С ним связано рождение вообще музыкального образования По-настоящему В нашем городе То есть детская музыкальная школа номер один Которая стала уже готовить профессиональных музыкантов А не просто приобщать детей к музыке И музыкальное училище Первые годы работы Это тоже Васильев Лично мне в жизни тоже повезло Потому что мои родители были дружны с семьей Васильевых И случайно вообще меня никто не собирался отдавать в эту музыкальную школу Он вдруг услышал, как я подбираю по слуху Играла я все, что только кто не просил По заказу, как сегодня в ресторане играют Вот И он меня взял за руку и отвел в школу И заставил родителей отдать меня вот в это учебное заведение Я опоздала, правда, на два года Но ничего, потом все выровнялось Вот Это Очень Крупный музыкант Просветитель И я бы сказала основоположник у нас на Луганщине Музыкального образования В профессиональном отношении Человек он был Грамотный Энергичный Инициативный Любил людей Но был очень строгий Но мы его любили И он нас любил А у него строгость выражалась? Ну, он не терпел недисциплинированности Он не терпел обмана Он не терпел, когда Преподаватель делает вид, что занимается А сам где-то в коридоре разговаривает Он это все не терпел И он с этим боролся как мог Нужно отметить, что музыкальная школа и училище Несмотря на то, что разъехались по разным зданиям Продолжали сотрудничество Ведущие педагоги музыкального училища Приходили на консультации К ученикам школы Присутствовали на академ-концертах Давали рекомендации От плодотворной работы Получался плодотворный результат В те годы около 30% учащихся Поступали в музыкальное училище Я до сих пор помню Зал старой филармонии Еще до 1963 года Когда ее под видом ремонта Развалили Построили новую Где-то местно 200 больше Зал был А вот старая Она была такая аккуратная Она такая красивая была В стиле вот таких европейских залов С бархатными красными креслами У нас там проходили отчетные концерты И вообще тогда приезжали Великие музыканты Такого уровня, как Святослав Рихтер, Давид Ойстрах И наши преподаватели Из детской музыкальной школы Номер один Они водили нас в этот зал Они развивали в нас эстетическую потребность Слушать, любить, понимать музыку И это было обязательно Мы шли со своей учительницей Ревика Евгеньевна Воровицкая Весь класс, все дети, которые у нее учились Все сидели в филармонии На каждом концерте Поэтому вырастали вот такие музыканты Как Юрий Тканов Как лучший кларнет Европы Владимир Пермяков Которые вышли из детской музыкальной школы Номер один Как Владимир Птушкин Харьковский композитор Потому что уже с детства Закладывалась вот эта потребность В общении с настоящей живой музыкой Выпускник первой музыкальной школы Ныне заслуженный артист России Профессор Московской консерватории Юрий Тканов Вспоминает, что любовь к музыке и игре Пришла к нему не сразу В первые годы обучения он готовился К занятиям по музыке не более получаса Непосредственно перед уроком А затем хорошим стимулом к упорной работе Стали концертные выступления Ну это связано, конечно, с какой-то концертной деятельностью Которая, кстати, в первой школе музыкальной И имела место быть Вот первое мое упоминание обо мне в прессе Было в местном, где он был догвардеец Это мне было 8 лет Это был концерт в дни зимних школьных каникул В кинотеатре «Салют» Был такой кинотеатр Около памятника Ленину старому Сейчас, наверное, его уже нет Это был такой детский кинотеатрик Вот это вот я любил, конечно Играть на концертах Ну, действительно, играть музыку У меня были хорошие учителя У меня была хорошая музыкальная школа Очень хорошая музыкальная школа Я думаю, что она на сегодняшний день даже осталась лучше Это первая музыкальная школа У меня была одна единственная преподавательница Если она меня слышит, я низко кланяюсь ей И говорю спасибо тысячу раз Людмила Михайловна Ледяева Дай Бог ей здоровья Я с тех пор ее искал, искал, но так и не могу найти Нигде она живет И, к сожалению, не знаю ее судьбы Сколько не пытался ее найти, так и не получилось У меня ничего Но это был преподаватель, с которым у меня было много разного То есть это была и жесткая женщина И очень высокий профессионал И только вот с годами я начинаю понимать Какого уровня этот был профессионал Поскольку это школа, которая мне преподавалась Я думаю, что то, что я получил в музыкальной школе Я не получил ни в училище после этого, ни в институте Основную базу меня все-таки вселила Это, слава ей, трижды музыкальная школа номер один Детская музыкальная школа номер один Дала путевку в профессиональную жизнь многим ученикам Но свою задачу учителя ведет не только в подготовке профессиональных музыкантов Не менее важно воспитать интеллигентного, культурного человека и слушателя Да и потом, помните, как гласит украинская народная мудрость Человек, держащий в руках скрипку, не способен совершить ничего плохого Рано или поздно филармония, я думаю, будет отстроена Появится, может быть, даже оперный театр, как об этом говорят в последнее время Но очень важно, кто заполнит залы в этих концертных местах Кто будет слушать, насколько эта публика будет отзывчива на выступления актеров или музыкантов Насколько они будут понимать все тонкости этого искусства Ведь любому музыканту, который выступает, им очень важно, чтобы все то, что он выносит на сцену Все его достижения, все его нюансы, все его чувства Они были понятны, они были оправданы И главное, чтобы они находили отклик в душах А отклик могут найти только у тех людей, кто как-то подготовлен И вот это и есть основная задача И с этой задачей мы справляемся В 20-е годы 20-го века в Луганске было 11 общеобразовательных школ и всего лишь одна музыкальная В начале века 21-го музыкальное образование в нашем городе дети могут получить в трех музыкальных школах и пяти школах искусств А в старейшей музыкальной школе Луганска теперь можно обучиться не только игре на фортепиано и скрипке Как это были в первые годы ее работы Ребят ждут инструменты на любой вкус Фортепиано, скрипка, баян, гитара, дум, рафлейта Хотите профессионально обучаться вокалу, тоже добро пожаловать И уже новым ученикам старые фотографии и пожелтевшие газетные заметки Которые собирались сотрудниками школы годами Расскажут об истории первого музыкального учебного заведения нашего города Та история, которая уже заложена в течение 85 лет Это и есть фундамент для современной школы В свою очередь мы являемся фундаментом, наверное, для тех, кто придет через 50 лет после нас И я очень рада, что сейчас в школе появилось очень много, будем говорить, просто талантливых молодых педагогов Которые не просто сами по себе хорошие музыканты Потому что для работы в школе этого мало Они еще и просто люди увлеченные Увлеченные педагогикой, они увлеченные работой с детьми Они не считаются ни со своим временем, они не считаются даже со своим состоянием здоровья То есть главное это дети И вот такая база, которая сейчас существует в школе, дает надежду на то, что и в дальнейшем нас будут тоже вспоминать с большой теплотой Ибо мы внесем свой вклад в дело нашей школы В конце нашего сюжета обещанный сюрприз для любителей музыки В процессе подготовки программы у нас возникал вопрос Какую же музыку писал луганский просветитель, основатель первой музыкальной школы Михаил Кушлин? Ответ на вопрос мы нашли в областном кровеческом музее В папке, в которой находились материалы о Михаиле Кушлине, мы обнаружили старые потрепанные ноты На титульном листе надпись «Михаил Кушлин. Вальс надежды» Итак, сейчас только для вас прозвучит музыка, которую, наверное, никто не слышал лет 50 И под которую, может быть, танцевали наши с вами бабушки «Михаил Кушлин» «Михаил Кушлин» «Михаил Кушлин» «Михаил Кушлин» «Михаил Кушлин»